В Эда Вирума и на прошедших 15 октября муниципальных выборах, согласно сложившейся печальной традиции, вновь явка избирателей была самой низкой в стране. Более подробно об этом, как и о многом другом, читайте в материале «Выборы. Предварительные итоги». Состоявшееся 12 октября заседание Ихвицкого волосного собрания было последним нынешним созыве, но, тем не менее, проходило оно в полномасштабном формате. В повестке дня значилось 10 вопросов. А что это были за вопросы, как и о многом другом, вы узнаете из материала «Ихвицкое волосное собрание. Что оставим наследство». В каждом городе, в том числе и в Кохлоярве, действует множество кружков по интересам и секций, благодаря которым школьники могут не только с пользой провести свободное время, но и развивать свои творческие и физические способности. Об этом идет речь в материале «Молодежный центр. Занятия в кружках совершенно бесплатно». Уважаемые читатели, «Еженедельник Панорама» предоставляет прекрасную возможность для размещения рекламы. «Еженедельник» читает не только почти в каждой квартире Ихвиков в Клоярве, он также распространяется и в Кевиле, и в Силамяе. А также все желающие могут читать «Еженедельник» и в электронном виде на сайте litos.ee. И упредь будьте вместе с нами. Продолжение следует...